Продолжение того, что мы говорили, что я говорю, мы только что разрешили переговоры. В первую очередь, конечно, мы очень подробно обсудили урегулирование ажаназо-байзанского и арбатского конфликта. Украина как действующий председатель, и я очень рад этому, держит этот вопрос урегулирования в постоянном внимании. Хотя не называют его завороженным конфликтом, но, как вам известно, на линии соприкосновения, происходит четыре ежедневно разжённых столкновения, в которых делают люди. Я рассказал Александру Чурук о бедении ажаназо-байзанского и урегулировании данного конфликта. И в целом о том, что в последней ситуации на переговорах с соприседателями мы планируем провести ещё одну встречу с соприседателями в самое ближайшее время. Самая большая проблема, конечно, в том числе, он замораживается, и я проинформирую Олега Александровича, это, конечно, наличие ажаназских войск на территории Азербайджана. Потому что абсолютно не пьемы, ни с какой точки зрения, ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения, вы видите, что ажаназские войска делают на территории Азербайджана. Я имею в виду Азербайджана, являясь подразумевленным членом Организации по безопасности соприседателями в Европе. И все договоры, которые сейчас идут, как вы знаете, все идут вокруг матрицких принципов, позиция Азербайджана. Поэтому вопрос предельно ясный. Мы говорим, что если мы хотим видеться вперёд, то, ни сомнения, взяв за основу, даже хотя бы те шесть принципов, которые озвучены президентами странства-председательствами, президентом Обама, президентом, изведенном президентом САГ России, которые были подтверждены последним заявлением президентами странства-председателей, мы можем взять это с основой. в первую очередь, в самое ближайшее время, начать приступить к разработке и большого мирного соглашения. План, который вам интересен, он есть, как это действует, как поэтапно, мы должны выходить из-за сложившейся ситуации. И в этом контексте, конечно, я очень подробно подберу моего украинского коллега. Помимо этого, конечно, широко обсудили и другую проблематику ОБСЕ, в частности, сейчас там идёт очень интересный процесс, который называется «Хельсинбурга плюс 40», то есть фактически с идеей выйти на 2015 год, к 40-й задавщине организации по соотношению и запасу соотношению в Европе, с каким-то отдельным документом, причём в данном случае, сейчас я буду говорить, наверное, я не как-то сразу же сам раскрою, но, как мы говорили, ещё и как министры двух суверенных государств, Украины и Азербайджан, которые не входят ни в какой военно-политический блок, то есть ни в Украине, ни Азербайджане не являются членами НАТО, ни в членами ОТГБ, и поэтому наша позиция в рамках ОБСЕ должна быть чётко зафиксирована, что есть группы государств, членов ОБСЕ, которые, хотя ни в какие военно-политические блоки, в то же время имеют свои вопросы, свои проблемы с точки зрения безопасности. И в этом контексте, конечно, наши позиции совпадают, мне было очень интересно услышать его видение, подход к Украине к данному вопросу, и мы договорились, что эти консультации и дальше продолжатся в рамках сотрудничества наших посольств в Вене. Возвращаясь, я, наверное, должен это тоже сказать, я дал предложение, если говорить о Вене, активизировать деятельность минской группы. Я просил действующего председателя о том, чтобы, да, сопредседатели занимаются карабахской проблематикой, регулированием, но существует минская группа, которая очень редко проводит свои заседания. Эта периодичность должна быть более интенсифицирована, и в данном случае, конечно, от Украины, как от действующего председателя, мы просили о том, чтобы они тоже продолжали бы двигать эту инициативу, чтобы, как минимум, на уровне послов минской группы, мы бы достаточно часто встречались в Вене и обсуждали различные тематики, которые, может быть, поможут совпредседателям и дальше двигаться к процессу регулирования. Это, может быть, какие-то гуанитарные проекты. Сегодня я как-то встречался с азербайджанской общиной Карабаха, и я тоже сказать, что Азербайджан всегда выступал за то, чтобы контакты между армянской и азербайджанской общинами Карабаха были более интенсивны и чтобы они могли бы ездить друг другу, посещать, хотя бы посещать кладбища и могилы своих предков. И здесь не должно быть никаких преград, потому что если бы преграды, то это антигуманно, как минимум. Так, в целом, я рассказал вам то о своей позиции, что мы обсуждали, и сейчас там слово Дейнер Александровичу, чтобы он рассказал о своем деле. Спасибо, уважаемая коллега Саверна Абаджановича. Дамы и господа, я сегодня с большим удовольствием посещаю азербайджан, и не только как министр иностранных дел Украины, кстати, это мой первый министр визит в таком качестве, но еще как председатель, исключение в ОБСЕ. Я полностью согласен с моим коллегой. Украина и азербайджан, я бы сказал так, стопроцентные государства, члены ОБСЕ. Мы не принадлежим никаким военно-политическим союзам, в Европейском предприятии. Поэтому Украина, как раз как председатель, стоящая такой важной организации, заинтересована в том, чтобы роль этой организации повышалась. И сегодня в рамках ОБСЕ существует так называемый процесс Хельсинки плюс 40, который сориентирован на то, чтобы достойно встретить сорокалетие такой важной организации. И мы активно работаем в рамках вот этого процесса. Мы считаем, что, конечно, после того, как распался Советский Союз, в последующие годы организация начала утрачивать свое главное значение, как самого важного форума в Европе, где обсуждаются именно проблемы безопасности. И в последнее время в организации на первые дни ставочные другие вопросы тоже очень важные. Это и права членовека, это и наблюдение за выборами, это и экономика, и экологические разные аспекты. Но, тем не менее, суть организации, она отображена в ее названии. Организация по безопасности и софтечеству в Европе. И мы нашли полное совпадение здесь взглядов, позиций Украины и Азербайджана. Конечно, один из самых главных вопросов для украинского председателя сегодня это вопрос урегулирования так называемых замороженных конфликтов. Для Украины замороженные конфликты – это не пустое слово. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Украина окружена такими конфликтами со всех сторон. У нас на Западе, например, 1200 километров границы с Молдовой. Вы знаете, 22 года назад была война в Молдове. И беженцы – это десятки тысяч людей, которые из района Приднестровья бежали от войны. Они бежали в Украину. И Украина решала потом проблемы этих людей. На востоке от наших границ тоже очень близкие нам братские страны находятся. И тоже очень много таких конфликтов. Я уже был в Грузии недавно. Сегодня я посещаю Азербайджан. Проблемы урегулирования азербайджанско-армянского конфликта тоже нас очень волнуют. Мы поддерживаем деятельность всех существующих механизмов. Кстати, наша позиция по усилению родина ОБСЕ – это позиция по усилению миротворческих усилий в ОБСЕ. И мы поддерживаем деятельность Минской группы и их сопредседателей. Мы тоже желаем большей активности этому формату переговоров. Мы также поддерживаем развитие гуманитарных контактов. Потому что очень часто, вы знаете, когда вот такие случаются военные противостояния, то страдают прежде всего простые люди. Мы знаем, что каждый такой замороженный конфликт в последствии своем имеет исковерканные судьбы многих людей. И такие раны очень долго не заживают. Это все мы видели на пределе конфликта в Миннестроге. И я встречался с азербайджанской общиной. Поэтому мы будем всячески приветствовать всяческое развитие гуманитарных контактов и контактов гражданских обществ. Мы считаем, что общественные организации азербайджана и Армении могли бы чаще общаться. И цель этого общения – содействовать ослаблению гуманитарной катастрофы, которая происходит в результате каждого конфликта. Мы также обсуждали вопросы взаимодействия в рамках АПСИ. Я думаю, что мы нашли очень доступные решения. Ну и также это, как я уже говорил, мой двусторонний визит. В меньшей степени. Потому что я надеюсь, когда-то у меня будет полноценный... Полноценный визит как украинского министра. Поэтому повестка дня двух сторонних украинско-азербайджанских отношений тоже обсуждалась. Мы сегодня взаимодействуем очень хорошо. Это высокий город в рамках различных международных организаций. У нас достаточно обширная, напряженная, я бы так сказал, повестка двухсторонних отношений. Так что вот такой большой круг вопросов мы начали, я хочу сказать, обсуждать. Потому что мы еще сегодня продолжим. Я еще раз в завершении моего уступительного слова хочу сказать, что я исключительно рад сегодня быть на Азербайджанской земле. Это будет прекрасно в городе, в столице Азербайджана, в городе Баку. Спасибо большое.